Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о травле в сети и об ответственности блогеров за свои слова. А разберем мы эти веселые темы на примере Оли Тыквы и Алексея Шевцова. Да, я уже готов принимать дизлайки пачками. Потому что одна, что другой, служат просто отличной иллюстрацией ситуации, повторявшейся уже много-много раз. Я понимаю, что это квест просто повышенной сложности, но тем не менее, попытайтесь абстрагироваться от конкретных людей. Они здесь нужны исключительно для примера. Никто сравнивать контент, делать какие-то выводы, говорить о качестве роликов и уж тем более рассуждать об идеологии не будет. Мы говорим о травле, угрозах и подстрекателях. Для тех, кто в танке, это девочка из тиктока Оля Тыква, ей 14 лет, а это ее самый популярный ролик. Привет, я Патято. Спасибо. Почему у меня на рюкзаке радужный значок? Ну, просто мне понравился радужный значок. Видео стало вирусным, обросло миллионам пародии и по факту превратилось в мем. Но, как очень часто бывает в интернете, кто-то смеется, а кто-то переходит в наступление. Не важно, что в своих роликах подросток никому не угрожает и не переходит на личности. И даже в отдельном ролике подчеркивать, что не говорит обо всех парнях и признается им в любви. Кому какое дело? Феминизм? Чек. Яркие волосы? Чек. Бодипозитив? Чек. Радужный флаг? Да это просто какой-то чертовый бинго. И раз все это присутствует, автор тупая немытая фемка. Эд, цитата. И она должна страдать. Тут же борцы всем известного телеграм-канала, автор которого вот уже пару лет следит за нравственностью российских женщин, а официальным лицам на это, судя по всему, наплевать, выкладывает страницы в соцсетях не только девочке, но и ее родственников и друзей. Но он, конечно же, ни к чему не призывает. Там прям так и написано. Правда, за несколько месяцев до этого блюститель моральных устоев призывал своих сторонников сливать личную информацию уже о других подростках всем знакомым. Но в этом случае просто информировал. Какая травля. И вот толпы любителей мемов и реальных мужиков нашли себе настоящего противника. Олю тыкву. Я реально не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Слать угрозы и оскорбления в личку школьницы поступок настоящего человека. Создавать свой контент, приводить аргументы, почему оппонент не прав. Рассказать, что ты сделаешь с его мамкой, совсем другое дело. А еще лучше скинуть девочке ее же адрес и написать... Пойдем. Да мы тут просто с мемов кекаем. Хотите узнать, что конкретно писали и как конкретно угрожали? Google вам в помощь. Мне за такой поток сознания просто ролик заблокируют. Там реально жесть. Скажем так, я уже привык, что меня постоянно кто-то оскорбляет, угрожает. Открываешь личку в инсте, а там... СДОХНИ. И это еще цветочки. Порой реально криповые сообщения приходят. Ну, во-первых, мне 34 годика на минутку. А во-вторых, я не получаю подобные послания сотнями и тысячами. Пока что. Справился бы я со всем этим в подростковом возрасте и, допустим, будь у меня какие-нибудь ментальные проблемы, вообще не уверен. Ну, она же сама в интернет полезла. Сама. И человек должен быть готов к критике. И, как я люблю повторять, если уж под роликами с щеночками самоедов есть дизлайки, хейтеры явно будут и у тебя. Но негативная реакция... Девочка снимает фигню. И угрозы... Всего лишь плесну кислоту при встрече. Слив личной информации, адреса, послания родителям. Это не одно и то же. Да, на улице тебя может сбить машина. Это всем известно. Нужно быть аккуратным. Но когда пьяный дебил за рулем вылетает на тротуар и убивает пешеходов, вы их родственникам скажете... Надо было просто дома сидеть. Куда они поперлись? В принципе, да. Сидели бы дома, под колеса бы не попали. Ну, не нравится вам засилие левого контента. Так разоблачите его. Разбейте по фактам. Покажите несостоятельность. Пример. Никсель Пикселей и вертолет. Ну, не согласен он с ее идеями. Снимает ролики. Которые вряд ли Нике приятны, кстати. Но тем не менее, когда у нее умирал отец, а самые адекватные товарищи принялись ее травить и злорадствовать... Ну, она ж Фемка! ...он сам попросил свою аудиторию остановиться. Потому что идеологические противоречия, жесткие шутки и травля загнанного человека... ...это разные вещи. И от повесточки и стрелочки это не зависит. Это человечностью называется. И она у тебя либо есть, либо нет. И совершенно не важно, левый ты, правый, или вообще параллелепипед. У нас есть удивительная возможность делиться своими мыслями. Соглашаться или спорить. Находить друзей или врагов. Но угрожать человеку расправой, это не спор. Это не выяснение, кто прав, а кто навальный. Это штамп уголовника и дегроида на лобешник. Второй момент, который меня удивляет. Ну, против вы распространение этой идеологии. Так что же вы ее пиарите в таких промышленных масштабах? Вот бесит айтипедию эта желтоволосая тиктокерша. Ну, кругом она и взрослый разумный мужчина. Я думаю, многие подписчики Алексея именно так его воспринимают. Выпускает о ней пост, который в первые сутки набирает 700 тысяч просмотров. Слушайте, за такую рекламу сомнительные финансовые пирамиды не один миллион готовы заплатить. Хотя, тут, конечно, нужно разобраться, кто тот пост опубликовал. Айтипедия или Шевцов? Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. И вот тут мы как раз и переходим ко второй теме этого видео. Несет ли блогер ответственность за свою аудиторию? Вот что написал Алексей Шевцов, или все же айтипедия, айтипедия о 14-летнем подростке. Это его мнение, его страница, его способ вести беседу. Ну, это если мы согласимся, что оскорбление это мнение. С аудиторией Алексея я сталкивался и как блогер, и как зритель. В своих роликах я периодически упоминаю других ютуберов, и порой даже вставляю отрывки из их видео. Чаще всего это способ выразить некое уважение. И в 99% случаев зрители это понимают, и порой даже блогеры отмечаются в комментариях. Но стоило мне просто упомянуть фамилию Шевцов? Реально, упомянуть. В контексте ютуберов с наибольшей поддержкой зрителей, внимание, даже намека на хейт или оскорбление с моей стороны не было. Меня просто смыло потоком однотипной безграмотной фигни. Не трожь Лешу, кто тебе дал право айтипедии говорить? Отрывок не занял и 10 секунд, а крик в комментариях будто видео с оскорблениями вышло. Уже как зритель я становился свидетелем налета Орлов Алексея на игровые каналы. И, увы, адекватного их инструктивного диалога не получалось. Нет, не все зрители Алексея такие. Безусловно. Начнем с того, что я сам был подписан на его канал. С другой стороны, я Александра Редькина периодически на стримах посматриваю. Но отрицать, что большая. Обратите внимание на ударение. Часть подписчиков теряют способность адекватно рассуждать, едва слышат имя Алексей, как минимум странно. И тут, наверное, можно даже восхититься харизмой человека, сумевшего сплотить вокруг себя людей, готовых просто разорвать несогласных. Когда я шутил, внимание, шутил над Наталиной, мне ее подписчики-глотки не обещали перерезать. А вот простого упоминания Алексея для угроза оскорблений хватило. И вот такой медийный человек впускает пост с оскорблениями подростка, которого сейчас и так все травят. Мог ли Алексей не знать, что среди его аудитории есть неадекваты, которые воспримут его слова, как призыв унижать. Мог, если он вчера на свет появился. Но тогда придется признать, что с логическим мышлением и в принципе способностью рассуждать есть некие проблемы. Но если мы все-таки будем исходить из того, что Алексей достаточно умный товарищ, ведь именно так его воспринимают зрители, приходится признать, что ему просто наплевать, что его зрители пойдут травить какую-то девчонку. И они пошли. На одном из стримов я смотрел критический разбор своего ролика о религии. Автор тогда по мне очень хорошо прошелся, правда сам себя закопал, но прошелся хорошо. Я несколько раз попросил зрителей не переходить на канал оппонента, не писать гадости, в принципе не нагонять трафика. После стрима весь его ролик был усыпан новыми комментариями. Удивило ли это меня? Нет. Я отлично знаю, как это работает. Но у меня, простите, и контент другой, не такой, как у Алексея. Что мог Алексей ожидать от своей аудитории? Прям-таки невозможно предположить. Безумно сложный вопрос. С другой стороны, он им ни отец, ни мать. У каждого должна быть своя голова на плечах. Тут не поспоришь. Это правда. Но если я приду в гости к своим родственникам, у которых есть агрессивная собака, и оставлю дверь на распашку, и в итоге она полетит громить подъезд, кусать соседей, собака, а не дверь. Я в принципе тоже виноват не буду. Собака не моя. Я не знаю, почему хозяева не научили ее хорошим манерам. Пса я опять же не выгонял. Он сам вышел. Да и дверь мне не принадлежит. Но знал ли я, к чему приведет открытая дверь? Тут тупо два варианта. Нет. И тогда я дурак. И да. Значит, мне просто наплевать. В сети огромное количество персонажей, разжигающих ненависть, обворовывающих население, гробящих здоровье людей. И если бы хотя бы малая доля негатива, доставшаяся тиктокерша, а она, к слову, в отличие от Володи XXL, ни о каких убийствах не говорила. У нас выливалось на коррумпированных чиновников и целителей а-ля Катя Тхи, внимание, взрослых людей, наживающихся на горе других взрослых. А мы пока здесь 14-летку травим, потому что она глупость, на наш взгляд, сморозила. С ума сойти! 14-летний подросток говорит глупость. Ну, никогда же такого не было. При этом, обратите внимание, глупость, а не оскорбляет других. Может быть, тогда бы данные товарищи хоть немного хвост прижали. Ну, а зачем? Мы лучше подростков будем помоями обливать. Это как ситуация с обзорами глупых детей в ТикТоке. Блогер смеется, беззлобно шутит, а потом его подписчики этих детей находят и травят с молчаливого согласия умного блогера. Или вы хотите сказать, что какой-нибудь приятный Ильдар не догадывался, что происходит с героями его роликов? Да, они сами выложили это в сеть. А еще они дети с несформировавшимся критическим мышлением. И да, у них должны быть родители. И если вы не впервые на моем канале, то отлично знаете, что я последний, кто снимает ответственность с родителей. А еще ты взрослый лоб. Да, в этой ситуации взрослый именно ты. И нет, ты не обязан о них думать, не обязан проявлять сочувствие. Но когда ты бросаешь этих персонажей под копыта своей толпе, удивляться хейту, как минимум лицемерненько. Но я же ни к чему не призывал. Ага, а я Лунтик, и я родился. Каждый имеет полное право использовать свою медийность так, как захочет. Кто-то, как трэш-смэш, пытается снять стигму с определенных групп, остановить травлю. И если у него для этого есть внутренний ресурс, замечательно. Кто-то, как Лидин, старается открыть глаза зрителям на мракобесов и шарлатанов. Третий просто развлекает публику. Это тоже круто, флаг ему в руки. А кто-то подбрасывает дровишки в костер уже разгоревшейся травли. Каждый делает свой выбор. На то у нас и свобода слова. Но справедливости ради стоит отметить, что Алексей хотя бы не иджист, а возможно даже и профеминист. Гапует на 14-летнюю девочку вполне на равных. Хотя в сети уже появилась информация, что ей возможно чуть ли не 30, тогда слова про отсутствие джизма придется забрать. Правда, она уже паспорт показала. Все-таки 14. Так что все же не иджист. Полное ощущение, что представители, что одного, что другого лагеря просто несутся неизвестно куда, выпучив глаза. Ааа, тупые фенки выставляют всех мужиков. И тут же в адрес какого-нибудь подростка из твиттера, который вообще сбоку припеку, выливается просто море помоев и угроз. И уверяю вас, после этого злые фенки будут только злее. Посмотрите, как эти мужики себя ведут. Да они ребенка затравили. И после этого будете говорить, что мы не правы? Далее следует максимально злой пост в социальных сетях, на которые те же самые разгоряченные борцы мужского фронта отреагируют еще агрессивнее. Мужиков атакуют! И дальше по кругу. Круговорот агрессии в природе. Но что самое, скажем так, забавное, больше всех отхватят во время этой войны далеко не самые радикальные представители, что того, что другого течения. Потому что толпа не умеет рассуждать. Она просто видит какие-то ярлыки и набрасывается на оппонента. И если ты не самый радикальный идейный представитель, далеко не все твои товарищи по идеологии бросят от тебя поддерживать. К примеру, если вернуться к ситуации с этой самой Олей, некоторые радикальные феминисты уже заявили, что она сама виновата, потому что слишком положительно относится к мужчинам. Круто! Подросток недостаточно радикален, поэтому пусть терпит травлю. То же самое и представители другого лагеря. Но она же сказала, что она феминистка, пусть получает. Люди, вы вообще понимаете, что вы несете? Может быть, иногда просто стоит взять паузу, сделать глубокий вдох и немножко подумать? А вот тот представитель благосферы, которому я сейчас пытаюсь написать огромную телегу с оскорблениями, он точно меня оскорблял? Я точно вообще понял, что он сказать-то хотел? Или я поддался какой-то непонятной движухе и теперь пытаюсь унизить другого человека? А еще бы нам, блогерам, неплохо было бы осознать, что нет, мы необычные люди, на нас смотрят, к нам прислушиваются, особенно к некоторым. И мы можем использовать эту власть либо на благо, либо моя хата с краю, ничего не знаю. Но я ни к чему не призывал. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.